Шейх Али Мухсин Кто клевещет на жену посланника Аллаха, да благословит его Аллах, его семейство, Аишу? Часть вторая. Очернение чести Аиши в источниках Ахлесунны. Второе. Обращаясь к текстам, аятам, хадисам, мы видим, что честь Аиши порочат некоторые из подвижников пророка, да благословит его Аллах и его семейство. В хадисе Ивк из Сахих Бухари, который повествует Аиша, говорится, что одним из подвижников, обвинивших Аишу в прелюбодеянии, был Хасан ибн Сабит. Он являлся поэтом пророка, да благословит его Аллах и его семейство, и известным сподвижником. Также одним из них является Мистах ибн Асаса. Этот человек сражался при Бадре и был сподвижником. Также Химна бин Джахш, эта женщина, была приближенной к пророку, да благословит его Аллах и его семейство. Они упомянуты в хадисе от Аиши. Аиша сказала, что они оскорбили ее честь. Однако, что касается шиитов, то никак не доказано, что кто-то из шиитов очернил честь Аиши. Это то, в чем беспочвенно обвиняют шиитов, их враги. Кроме того, дорогие братья и сестры, когда речь идет об оскорблении чести, то тут нельзя ограничиваться словами о том, что какая-то женщина совершила прелюбодеяние. А порочить честь и достоинство можно и в других формах и словах. Каждый, кто отнесет к женам пророка, да благословит его Аллах и его семейство, то, что является постыдным и позорным, без сомнения будет считаться тем, кто опорочил честь жены пророка, да благословит его Аллах и его семейство. Когда мы обращаемся к книгам Ахли Сунны, то видим хадисы, которые порочат и оскорбляют честь Аиши и других жен пророка, да благословит его Аллах и его семейство. И эти хадисы у Ахли Сунны считаются достоверными. Таких хадисов много. Они переполнены такими моментами, от которых простой человек испытывает чувство отвращения и никогда не примет такое по отношению к своей супруге. И как тогда это можно относить к женам пророка, да благословит его Аллах и его семейство? Таких хадисов очень много. Мы сейчас за короткое время не сможем все их привести. Однако я выбрал несколько примеров, которые пришли, дошли до нас в хадисах и приписывают Сакаиши. Это позорящие и мерзкие дела, описанные в хадисах, и поистине очерняют честь и достоинство Аиши. Одним из таких примеров является приписывание Аиши убеждение о кормлении грудью недозволенного взрослого человека. То есть, по их словам, когда Аиша хотела, чтобы какой-то мужчина увидел ее или вошел к ней в дом, то прежде чем он мог ее лицезреть, Аиша велела дочерям своих сестер или братьев вскормить этого мужчину грудным молоком. Взрослого мужчину, достигшего совершеннолетия. Аиша хочет, чтобы этот человек мог зайти к ней. И что она делает? Велит одной из своих сестер или их дочерей накормить грудным молоком взрослого мужчину. Затем этот человек якобы становится махрамом, дозволенным, и заходит к ней в дом. Этот хадис есть в книгах Ахли Сумны. И это дело поистине позор. Например, в книге Сунан Абу Дауда приводится достоверный хадис. Албани посчитал этот хадис достоверным. И сейчас я ограничусь повествованием этого хадиса. Итак, Сахих Сунан Абу Дауд, том 2, страница 388. Конечно, это длинный хадис. Албани сказал, что этот хадис достоверный. В хадисе говорится, что у жены Абу Хузейфы была одна проблема. И она была в том, что Салим, они взяли его маленьким, воспитали и вырастили. Когда он вырос, после того, как он стал зрелым, он заходил к жене Абу Хузейфы. И иногда она была без хиджаба. Абу Хузейфа был обеспокоен такой ситуацией, потому что Салим уже был взрослым человеком и не являлся его родным сыном. Жена Хузейфы пожаловалась из-за этого посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и его семейство. Пророк сказал ей, накорми его своим молоком. Накорми. Сколько раз, просила она? Он сказал, накорми его своим молоком пять раз. В некоторых повествованиях дошло, что она ответила, о посланник Аллаха, как мне накормить его своим молоком? У него же есть уже борода. Он улыбнулся и сказал, да накорми его грудным молоком. Она накормила грудным молоком Салима, и он стал ее молочным сыном. В этом хадисе говорится, на основании этого Аиша велела дочерям своих сестер или дочерям своих братьев кормить грудным молоком тех, с кем она хотела пообщаться и кто хотел войти к ней в дом, даже если это был взрослый человек. Они спросили, так сколько раз накормить его молоком? Она ответила, пять раз. Потом этот человек вошел к ней. Как получается, что это постыдное и странное поведение отнесено к жене пророка, да благословит его Аллах и его семейство? Более удивительное, чем это, это то, что имам шейх Тахир ибн Ашур в Тафсире от Тахрир в Ат-Танвир отмечает, что Аиша сама кормила грудью мужчин. Это очень удивительно. Он говорит, когда мать правоверных Аиша хотела, чтобы какой-то человек вошел к ней в дом, то она кормила его грудью. Она сама лично кормила грудью. Это странно и удивительно. Как же это приписывается к жене пророка, да благословит его Аллах и его семейство? Вместе с тем, здесь есть и другие странные моменты. Среди этих странностей приводится и то, что Аиша учила мужчин порядку совершения полного омовения. Например, Навави приводит это в книге «Шарху сахих муслим». Этот хадис передается сахих муслим от Абу Салама ибн Абдур Рахмана. Говорит, «Я вошел к Аиши вместе с ее молочным братом. Наверное, здесь под молочным братом имеется в виду тот взрослый мужчина, который стал братом Аиши после кормления грудью. Он спросил у Аиши, как пророк, да благословит его Аллах и его семейство, совершал полное омовение. В ответ Аиша намеревается совершить перед ними полное омовение. Она, Аиша, попросила сосуд с водой и начала совершать полное омовение. Между нами и ею была занавесь. То есть, если эта занавесь закрывала ее от их взора и мешала видеть ее, то какая польза от того, что Аиша совершила полное омовение перед ними? Очевидно, что они видели ее. То есть, видели некоторые вещи, как сказал Кази Айяз. Передатчик говорит, «И начала она совершать полное омовение, и между нами и ею была занавесь. Она три раза налила воду на голову». Он сказал, «Жены пророка, да благословит его Аллах и его семейство, подстригали волосы так, что волосы не закрывали уши». Кази Айяз говорит, «Смысл хадиса в том, что те двое видели то, что Аиша делала со своей головой». То есть, как она лила воду на голову и видели верхние части тела. И как так получается? Ведь это были двое посторонних людей. Говорит, «Нет, они видели верхнюю часть тела, на которую можно смотреть дозволенным, махрам». Однако здесь есть два недостатка. Как это может быть дозволено? Они ведь были двумя посторонними людьми. И тут автор говорит, «Нет, они не были чужими». Говорит, «Один из них был молочным братом Аиши». Хорошо, один из них был ее молочным братом, а другой кем был? Будет ли дозволенным это действие, если вместе с ее братом будет еще кто-то? Это удивительно и странно. Говорит, «Абу Саляма являлся молочным сыном ее сестры. Его кормила грудью Ум-Кульсум бинт Абу-Бакр». Смысл этого в том, что он был братом Аиши, отрезая туль-кабир, потому что Ум-Кульсум кормила его грудью. Затем Гази Аяз говорит, «Если эти двое этого не наблюдали и не видели Аишу, то Аиши не было бы никакого смысла просить воду и принимать перед ними полное омовение. Таким образом, если она все это делала бы за занавесью, то все это было бы бесполезным. И ей тогда пришлось бы снова показывать, как совершать полное омовение. Она использовала занавесь только для того, чтобы прикрыть нижнюю часть тела, смотреть на которое не разрешается и дозволенным мужчинам, махрамам. То есть она прикрыла нижнюю часть тела, а верхнюю показывать дозволено. Странно, что это приписывают одной из жен пророка, да благословит его Аллах и его семейство. Дорогие братья и сестры, если мы приведем из книг Ахли Сунны все эти моменты и упреки по одному, то это займет очень много времени. Но в книгах шиитов мы не видим что-либо порочащее честь жен пророка, да благословит его Аллах и его семейство. Наоборот, шииты знают, что жены пророка, да благословит его Аллах и его семейство, ограждены от подобных мерзостей и непристойностей. Среди шиитских ученых есть такие, которые написали книгу о том, что Аиша далека от обвинений в прелюбодеянии. Ага Бузур Тихрани в книге Зария в четвертом томе на странице 457-й упоминает название книги Танзиху Аиша. Он говорит, это книга Шейхул Ваиза Насреттина Абдуль Джалила Ибн Абдуль Хусейна Ибн Абдуль Фазда Аль Газвини. Говорит, он в этой книге опровергает обвинения, выдвигаемые в адрес Аиши. Эту книгу упомянул Шейх Мунтаджабуддин. Это один из старинных ученых. Итак, именно шииты убеждены в том, что жены пророков миром и в частности жены посланника Аллаха, да благословит его Аллах и его семейство, были далеки от обвинений при любодеянии. Прошу Аллаха о том, чтобы он даровал нам успех в угодных ему делах и оградил нас от грехов. Да пребудет благословение Аллаха над Мухаммедом и его родом. Аллах и его Субтитры создавал DimaTorzok